Продолжение следует... Прости, мы не встретимся более, друг другу руки не пожмем. Прости, твое сердце на воле, но счастье не сыщет в другом. Я знаю, с порывом страдания опять затрепещет оно, когда ты услышишь название того, кто погиб так давно. Есть звуки, значения ничтожны. И презренно гордой толпой, но их позабыть невозможно. Как жизнь, а не слитый с душой. Как в гробе зарыто былое. На дне этих звуков святых, и в мире поймут их лишь двое. И двое лишь вздрогнут от них. В мгновение вместе мы были, но вечность ничто перед ним. Все чувства мы вдруг истощили, сожгли, поцелуем одним. Прости, не жалей безрассудно, а краткой любви не жалей. Расстаться казалось нам трудно, но встретиться было трудно. Ну, стихотворение о любви, которая была великой, рядом с ней вечность – это ничто, говорит Лермонтов. И в то же время, что это за любовь, к которой больше нельзя вернуться. Я бы сказал, что это любовь несостоявшаяся, но, говорит Лермонтов, это была великая любовь. Рядом с ней вечность – ничто. И вот тут вспоминается Маяковский, который говорит очень точно. Он спрашивает, какая будет любовь? Большая или маленькая? То есть, и то, и то, и то, всё, любовь. Да, бывает и так, бывает и эдак. Но ведь хочется, чтобы была большая любовь. Как это сделать? Вот. Тут ответа нет. Потому что, какой совет мне дашь, всё в жизни неповторимо, и совет не будет подходить никогда. Вот Лермонтов как раз и описал такую неудавшуюся маленькую любовь. Потому что, всё-таки, лучше считаться с мнением народа в данном случае, любовь должна быть до гробовой доски. И невольно, что же, думаю, что эта любовь – это такой плод, который, если созреет, будет сладкий, а не созреет, будет кислый, как яблоко. Незрелый плод, кислый и несъедобный. Но никто не знает точного совета. То ли ждать, а то ли невозможно ждать, потому что всё тогда пропадёт. И иногда это хорошо, а иногда это неудачно, нехорошо. И всё-таки, мне кажется, что надо дать созреть яблок. А, моя мама так говорила, совет мне давала, чтобы я в жизни был счастлив. Никогда не приближайся к женщине. Ну, она сказала, грубей, не ложись в постель. Я никогда не приближайся к женщине близко, если в этом нет необходимости. То есть, если уже по-другому никак нельзя, вот тогда на этом можно соглашаться. Продолжение следует...